время 10.53 выскочили мы уже на трассу кола вот такая потрясающая у нас панорамка вдоль всей трассы красиво очень у нас рассвет рассвет начался где-то часов в девять утра не раньше я думаю переночевали мы в Медвежгорске в Медвежгорске короче медведи в горах наличие медведей нам подтвердили а также волков лис ну и всяких там енотов очень красивый интересный городок действительно расположен в горах то есть мы в него въехали небольшой такой красивый серпантин с небольшим перепадом из высот короче прям интересно огромное там озеро на берегу озеро сейчас она замерзла сидят рыбаки вот температура кстати у нас повысилась минус 15 было с утра сейчас даже было минус 16 загорода попрохладней вот и конечно по сравнению с тем что было до этого порядке жара вот такие виды удивительно удивительный вывод сделали знаете вот сколько я езжу по России да там южные наши окраины да я не знаю центр Россия короче очень очень хамское отношение здесь водителей действительно то есть вот давно уже я не встречала такого чтобы мне сигналили в спину там никого не пропускали прям вот очень давно очень режет глаза вот почему-то север север вот этим отличается не знаю вот неожиданно неожиданно конечно ты аккуратно чтоб тебя не сдуло температура повышается и повышается из минус 30 под Ярославлем практически в минус 5 северний и мы решили остановиться на 777 километре едем в Мурманск и и. фи 这 северак на право пойдешь соловецкий монастырь да ну слайдский монастырь недоступен зимой он недоступен вообще только на самолете хоть и минус 4 всего лишь на градусники но не так уж и жарко остановились мы по требованию трудящихся на вешке номер три восьмерки 888 именно эту вешку рады будут видеть в китае двенадцать часов города полярной зори город энергетиков где живут люди которые работают на атомной кольской станции смотрите как я иду итак приехали мы кольской кольскому карьеру в котором добывают обогащенную руду какой-то там завод я уже забыла на каш прочитали вот на картах обозначены места доступа на смотровую площадку карьер безусловно также виден из космоса огромная дыра в земле вот значит информация информация такая что в принципе карьер можно посмотреть есть метров площадка официальная по разрешениям проезд через контрольно-пропускной пункт вот он чуть правее вот туда за лесочком буквально метров 200 но туда надо брать разрешение потом там ведутся какие-то строительные работы расширения самого карьера расширение самого карьера поэтому воспользуюсь вторым вариантом после этого кпп есть дорожка и и кстати тоже видно на фотках google где вы даже ведь протоптана тропа не зарастет народная тропа по которой мы собственно и идем мы проехали дальше потому что дальше по дороге тоже по фотографиям видно что дорога примыкает карьеру но там она не примыкает туда не идите поворачивайте здесь потому что мы там встретили рыбаков которые возвращались и вот они нас проводили до этого места и сказали что здесь вы сможете пройти поэтому мы в очередной раз неведомыми тропами идем в обход ну вот смотрите все оказалось гораздо проще ну вот мы подошли вот отсюда 2 километра 2 километра чуть маленький километр чуть многовато сказано мне кажется километр муж максимум а может он двойной какой-то а он двойной у него вот так вот маленький пришить а там второе крылышко как бабочка да он туда еще дальше идет ну да и вот наверное мы должны были вон на ту горочку наверно оба карьера поднимается машинка пытаемся достать камешек вот он в принципе он близок но он так далек камешек обогащенный рудой давай поменьше бери ну чё ты блин поскромнее 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 еще это песок а еще как они поскромнее мне нужно нету отлично вот так вот добываются драгоценные камни так ну вот это карьер и вот тут прям ровненько такая тропиношка и достаточно большая дорожник вот видите такая просика и туда можно прям по ней ровненько идти вот тут зайки бегают собачки прыгают булыжнички гранит лежит да круто а я же хотела еще куда может гранитовую смотри какой ровный гранит квадратный лежит да но мы его конечно не волоким я памятник возле к себе не рукотворный со своим гранитом камушек-то камушек ладно там после мурманская это камни мегалиты будут и вот мы можем оттуда кусок один мегалит оттуда тяпнуть а мне просто интересно потрогать вот эти квадратные камни ну вот да а я боюсь что здесь знаешь что может быть это провал или провал да потому что выглядит как запороженный провал не стоит ну тут ходили да я подожди аккуратней потрогает отрекли хотя про папу и получится отряхнуть все красиво он вообще вот откуда они здесь их что тут набросали я не понимаю да смотри какой красивый как красиво вот так я же говорю здесь должен быть черный камень да 6 часов вечера мы близки к основной цели нашего путешествия к мурманску еще 8 километров сначала за этим на обед за заправку и потом мы будем уже въезжать в мурманск сейчас мы будем заправляться в старейшем городе мурманской области вообще по моему это первое поселение город кола собственно с честь этой колы названа трасса кола польский остров по моему это 16 век первое упоминание в летописе первое упоминание в летописе